Об этом так много писали, а я не успела прочитать, я даже не знаю, что. Что там было, что вы писали? Может быть, кто-то, кто был, вспомнит о... Красота с кечер... кочеряхами, наверное, да? Так вот, короче, пишите, 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 что там было, мне интересно, блин. Просто муж взял, позвонил, испортил мне эфир. Так, а что вы тут мне говорите? Крис продолжит прококетиться с мужем. А, ну вот, я говорю, то есть вы пошли куда-то, надо же это все видеть, когда, где, чтобы было уместно. Потому что не всегда же, даже вы не всегда хотите, да, там как-то, ну, там, не знаю, позаигрывать. Всегда же у всех есть настроение плохое, хорошее и так далее. Это все нужно, конечно же, брать во внимание. Ну, говорю, сидите в ресторане, как-то построите глазки, как-то, ну, пококетничайте. Ну, и все, ну, все, ну, все предельно просто. Просто вспоминайте, что у вас было с самого начала. О, любовь сквозь годах, да. Привет, привет, привет. Блин, там так было много чего-то написано, блин, интересно, что писали. Он уже домой едет, кстати, скоро закончим эфир. Про турецкий-то да. Но это мы уже закончили, по-моему, к тому моменту. Лосницы не любите наращивать? Люблю. Завтра пойду. Что за ножка под столом? Ну, вы своей ножкой, ногой. Как-то погладьте мужа, проведите ему по ноге, как-то глазками там поиграйте. Ну, будьте девочками. Крис, что снова там Ольге Дмитриевне? Она говорит, ты запаролила, и теперь туда не зайти. Там же... Я не буду здесь говорить пароль какой. Вот Маша зашла, сейчас мы как раз-таки ей скажем. На консультацию ездила, Парина? Ездила. И там неплохой врач. Что? А ты что разделся-то? Можно узнать? Зайчик? Зайчики. Пускай у нас будет зайчик тут. Себочонки. Себочонки. Зайчики. Не делай нос. Зай, тебе привет. Это... Что там у вас с ноутбуком? Там же в подсказке, в пароле, есть вот подсказка. И вы нажимаете и вводите определенную дату. Что за новая квартира у вас в Москве колись? А что вы откуда все знаете? Не делай нос, согласна. Так, давайте сменим тему. Я со своим лицом сама как-нибудь разберусь. Хорошо, хорошо. Малой, как слышит, эфир сразу бежит тебе. Да, я не знаю, ты маме, ну... Она туда зайти не может, или что с ним не так? Вот просто пишут, что я запаролила, и туда не зайти. Так, а что тут еще? Ты сама говорила в эфире про квартиру и ремонт. А, ну все, тогда, а что? Ну, вторая квартира, просто купили вторую квартиру. Так, добрейшего вечерочка. Какие есть еще стадии любви? Я не знаю, мне кажется, есть и стадия искры, есть стадия притирки, есть стадия принятия. И вот как бы без притирки не будет принятия. Вот. Так. Как волосы уложили? На пловечку чик-чик-чик. Руб-тур будет, когда закончим ремонт. Но пока там еще этот... Не закончил ремонт? Не, ну как ремонт закончен, туда нужно просто купить еще диван, стол, стулья, телевизор. Телевизор. Так, помелче. Ребят, выйду вечером в эфир, у меня благотворительника. Пока, моя хорошая, давай умничка, беги. Удачи, любви тебя. Пока. Крис, ты говорила про кокетство с мужем и что... А, вот, все, я вспомнила как раз. Я сейчас сама это вспомнила тоже, даже до того, как вы написали, как я прочитала. А с чего ты взяла про эти стадии? Лично, по своему опыту. Есть стадия безысходности. Такая тоже есть. Короче, я говорю, утром мужу пишу, он мне пишет там, что-то ему нужно типа сделать. Пишет мне это там в WhatsApp, я пишу ему, привет, любовь моя. Знаете, мне так нравится вот это, я сейчас объясню, что. Я тоже это теперь говорю, и мне нравится, во-первых. Я ему говорю, любовь моя, жизнь моя. Я говорю, легкой работы, здоровья твоим рукам. Мне так нравится, а он так мило улыбается, смотрит, и я говорю, боже мой. Знаете, вот когда говоришь им, вот, наверное, неспроста. Не знаю, конечно, в реальной жизни турки, там, говорят они так между собой или нет. Но ведь вот просто попробуйте вот так просто сказать от души, там, доброе утро, любовь моя, жизнь моя. Когда вы это говорите, вы чувствуете сами свое отношение к человеку. И прям вы, и вы понимаете, что это реально так. То есть, любовь моя, жизнь моя, мне так нравится прям. Ты так, иди, одевайся. Ну, мама, где у меня, как там? Футболки в шкафу у тебя лежат там. Нет, не футболки, а. Как там, пульт, пульт, да, пульт. Нет, давай ты оденешься. А пульт? Какой? А, от телевизора. Включи свет, ищи в зале, я откуда знаю. У меня, мой. Мам, от моего вонска не завершила. А, не знаю, иди у себя в комнате ищи. Я уже хочу прорыв. Значит, на подоконнике иди, смотри. Как круто, бармен. Просто богиня, спасибо. Маша, зачем заблокирована? Маша уже ушла, вам не даст она ответ, сколько тебе лет? Мне 29. Вот. Крис, не хочешь светлый покой? Нет. Нет. А сыну так иди. Потому что он раздетый, поэтому я ругаюсь. Потому что он раздетый, он снял кофту и ходит с голым торсом. А мне жарко очень. Я из-за этого ругаюсь. Мы с 12 февраля, ребят, болеем. И, конечно же, я так вот разговариваю. Крис, ты осознаешь? Крис, ты осознаешь, что ты очень... Конечно, вы что. У меня прям... Мне даже Маша, вот когда мы приезжали последний раз в Москву, она говорит, Кристин, ты какая-то необычно красивая. Говорит, ты какая-то другая. Ты, говорит, ты очень красивая. То есть я очень много вот это слышу прям везде. Мы в Сочи ездили по разным делам. И знаете мне, мы выходим с самолета, мужик говорит, у вас такая девушка красивая. Я говорю, вообще-то я жена. Вот. Потом с людьми общались из разных компаний. Там, ну, короче, не суть. Убавь звук, пожалуйста. Девушки. Мне очень много девушки делают комплект. Говорит, у вас такая жена... Не мне, а мужу, кстати. Говорит, у вас такая жена красивая. Говорит, она у вас такая красавица. То есть мне прям очень реально много этого говорят. Дай мне сюда. Поэтому реально, да. Как унижение звучит. Жизнь моя как будто зависима от человека. То, что вы вкладываете в это, конечно, если... Не знаю. Я когда это говорю, мне очень нравится. Прям это... Это не унижение. Это вы говорите человеку, что вы живете им. Представляете, как это приятно слышать. Не знаю. Если для вас унижение, я же не говорю это... Там, не заставляю вас. Если вам нравится, говорите. Просто говорю, мне нравится. Я испытываю кайф от того, когда я это говорю. И как человек это воспринимает. Это, блин, это прикольно. Так, что тут еще? От природы красивой. Да, спасибо. Почему? Три раза переделываю грудь. Мне не устраивает размер всегда. Ты красишь волосы? Нет, не крашу. Скажу я так. Ага, ответ. Денег надо. Машину взрываю. Поначалу будет такая реакция, потом уже нет. Потом будет просто обнимать. Так. Потому что дело не во внешности, а в твоей любви к самой себе. Это энергетика. Кстати, может быть... Значит, нету. Значит, нету. Иди, оденься. Я сейчас буду ругаться. Оденься, сказала. Мам, ну... Я не знаю. Все. А, Аллах, даруй мне терпеть. Вспомнил. Мам. Оденься. Оденься. Мам. Пожалуйста. И пока ты не оденешься, я не буду с тобой разговаривать. Футболку иди, пожалуйста, одень. Мам, мне очень жарко. Не делай нос. А почему тогда без маски не выходишь-то? Вы, наверное, пытаетесь меня подловить на том, что я на самом деле не такая. И все это придумываю, а на самом деле я просто баба яга. Просто мне так комфортнее. Мне не нравится мое отражение в камере, мое изображение в камере на фронталку. Не знаю почему. Вот, может быть, нос сделаю, может быть, будет нравиться. Сделаны только зубы и губы, остальное это природа. Можно? Что надо от меня? Я кофту надела. Нет, это не эту кофту. В этой тебе жарко будет. Футболку, говорю, одень. Не, ну зато тепло. Так ты же, кажется, тебе жарко. Мам, построю сюда лучших. Сикиков. Кроликов, себе. Я так и когда говорю, мне мой говорит, что турецкий сериал присмотрела. Ну это понятно. Ты поправилась, тебе идет эта полнота. Какая полнота? Я, конечно, поправилась. Но уж полноты у меня нет. Здесь очень холодные люди. Типа меня никогда не проявляют чувства. Ну, такие тоже бывают. Как раз я писала в вопроснике, что бывают такие искренне открытые эмоциональные люди. Почему у нас не работают? Потому что ты выжрал интернет. Все. Ну у нас еще все. Я не знаю. Ко мне никаких вопросов. А есть холодные натуры. Такое тоже есть. Таких тоже девочек любят. Ты же замужем. Поэтому, значит, всех все устраивает. Не заметила, что поправилась она особенно. Полнота уж прям. Полнота прям. Так. Какой рост вес? Вес был в последний раз 52 500. Рост 165. Кристина, губы что ли? Или губы то, что ты хотела? Ну, да. Только это не та форма. Ну, как бы маска что-то их искривляет. В связи с последней трагедией Аллах лучше не говорить. Ну да, иначе по лицу вот как? Иначе по лицу вот так вот. Так, уйди от меня. Уйди от меня прям. Не делай больше никаких операций. Это так очень красиво. Ты будешь все сделан. Да мне все равно, что говорит вообще. Сереж, ну что? Угомонись. Вот так он ногу шлепнет. Никто тебя не так не шлепнет. Если такое говорится. Волк. Я так хочу сдать его в сад, но он там просто сразу заболеет. И мы опять будем сидеть дома. Поэтому нельзя. Кристина, надо уже сыну канал сделать. Он любит поболтать. Но, блин, будет снимать вам пятки свои и разговаривать. Так. Эфир давно? Да, ну не совсем давно. Потому что он прерывался. Звонком. Я видел ваши старые эфиры. Есть моменты без фильтров. Разницы нет. Сильная смазка и выкрасивая девушка. Спасибо большое. Тебя муж полюбил без пластики. Для чего тебе нужны изменения? А не мне нужны. Вот именно. Вы все правильно подметили. Тебя муж полюбил без пластики. Зачем тебе нужны изменения? Потому что они нужны мне, а не мужу. Выжрал четкое потело. Полнота. Крис на Авито. А, да, там что-то выложено. Там кроссовки Луи Витон выложены. Какие-то платья, какие-то сумки. Что-то есть, да. Мне нужна такая мудрая подруга, как Криса. Спасибо. Ма, смотри, фигня какая-то. Можно я не буду это смотреть? Господи, заяц. Что заболеет? Ну, потому что, блин, мы даже не контактируем с детьми. Умудряемся опять цепануть сопли, еще что-то. Поэтому сейчас нам прививки к тому же нужно сделать. Короче, поэтому пока никак. Так. Что готовила на утро? Ничего не готовила Кристин. Сыну кто им предложил? Папа? Нет. Я. А он посмеялся, а потом говорит, блин, реально прикольно. Крис, вот что делать? Когда из всех сериалов, которые смотрю, нет ни одной новой серии, новой. Да, я так и делаю. Я реально смотрю новый сериал. Я сейчас у меня параллельно. Есть русский сериал «Смычок». Там что-то про наркотики, по-моему. И, короче, ну вот, когда ничего нету, я вот включаю его. Мелкий весь, пап. Будешь нос переделывать. Не переделывать, а делать. Ну, пока еще нету ни даты, ничего. Я просто сходила на консультацию. Мы на «ты» уже, где манера ваша? Так, вот какая-то Алиса. Вы очень провоцируете скандал, скандал провоцируете в эфире. Пытаетесь меня чем-то задеть, там еще что-то. Не понимаю, зачем вы это делаете. Вы заходите, чтобы написать какие-то вещи неприятные или пообщаться. Не понимаю. Зачаешь психологию? Да ну нет, так, чтобы прям на литературном уровне. Нет, конечно. Конечно, нет. Как называется твой блеск на губах? Это «Диор». Розовенький, такой ярко-розовенький. Как ты следишь за фигурой спортдеты? Да нету. У меня, знаете, реально такого прям, чтобы я супер следила, но нету. Ну, как бы бывает, что вижу, что поправилась. Ну, поменьше хочу есть. Бывает, там, похудела побольше. Ему, если мне не нравится худоба. Плойка портит волос, конечно. Конечно, портит. Я сегодня-то не хотела делать, но просто у нас была фотосессия с сыном, поэтому мне пришлось... Фотосессия не такая, которая там для себя, а именно рабочая там была. Что произошло с фирмой? Что с ним произошло? Мамочка ангелочков. Да, заблокирую. Ее в Самаре будешь нас делать? Нет. А я не переходила. Читайте правильно, разговор закончил. Вот видите, говорю, провоцируйте скандал. Крис Сергеев с возрастом легче. А вот точно я забыла ответить на это вопрос, я читала его там. С возрастом. Да знаете, по... По ситуации. По ситуации. Хотела тебе написать, у вас самаре террориста поймали. Да, я знаю. Он, по-моему, у него же сам подрыв там был, по-моему, в лесу. И сейчас спокойно девушка просто ко мне придралась, никого не провоцирует. Разное написала, а там какая-то вцепилась. Короче, у нас тут лайтовая обстановка. Мы тут лайтово общаемся, без напряжения какого-либо. И если будут напрягать, кто-то кого-то придется блокировать. Хотя не люблю это делать, но я хочу, чтобы была обстановка такой домашней посиделки за столом. Ну, типа вот просто. Сидим, общаемся. А нам потом покажете баннер-сход? Конечно. Картина скажет, что там за цвет помада. Ой, там не помада. Там карандаш Пупа 004 и блеск розовый яркий Диор. Термозащиту наноси, тогда не будет портиться. Она у меня, представляете, вся термозащита закончилась. Я прям до последнего выбрызгивала, как могла вообще. А вообще я, кстати, видела какой-то ролик. И термозащита на самом деле... Ну, это все маркетинговый ход, потому что, говорит, чтобы защитить волосы прям реально, то есть это должен быть каждый волос полностью обволокан вот этой термозащитой. А то, что мы вот это пшик-пшик, пшик-пшик, сделали там по три раза с каждой стороны, на самом деле нет. То есть это нужно прям на каждую прядь. Прям делать на каждую прядь. А у меня они все спрейми, и они, мне кажется, мокрые становятся. Мне кажется, когда вот эта горячая плойка 200 градусов на вот это пшик-пшик, мне кажется, они как будто сохнуты, горят еще хуже как будто. Что делаешь? Романтики? Нет, это не наша тема, именно романтики. Я делала поначалу, и сейчас уже такого нету. Так, колокр с этой телом, конечно, у меня губы сделаны, у меня подбородок чуть-чуть зауженный, и угол один скорректирован под свой один родной. Что за баннеры пропустила? Вот так это я сказала. Масло для волос пользуюсь? Пользуюсь, но вот когда делаю кудряшки, не делаю потом масла. Так, что есть? Баннер, реклама детской стоматологии. Напрягал бы, если муж спал до обеда, даже если есть в бизнесе. У нас в обратную сторону так работает, и мужу не нравится. Когда я даже не то, что до обеда сплю, он звонит. Давайте в 9-15, а я еще, ну, как бы не встала. Перезваниваю ему в 10, еще лежу в кровати, но уже проснулась. Что ты делаешь? Лежишь до сих пор? Как так можно долго лежать? Ну, короче, я не знаю, бесил меня или нет, потому что я не знаю, что это такое, потому что у меня муж всегда в 8 уже уходит из дома. Вы куда-то собираетесь? Нет. Красотка, привет. Привет. Во сколько обычно спать? Ложитесь, у нас с детьми проблемы со сном, спать никогда не хотят. Но у нас ложится спать строго в 10, полодиннадцатого. У меня вообще какая-то проблема. Я вчера легла в 10, все уже, вроде легла уже все спать. И что вы думаете? Я не смогла уснуть, я пошла жрать, прям вот жрать. Я делала, знаете, я не выкладывала. Я недавно приготовила, испекла сама, из слоеного теста, лодочки с ветчиной и сыром. И у меня оставалось две. Я их хотела выбросить, думала, она уже с холодильником, наверное, невкусная. Ну, что-то, короче, забыла, поленилась, не знаю. Мыла посуду, думала, надо выкинуть. Не выкинула. И слава богу, что я их не выкинула, потому что вчера в 11 ночи эти две лодочки прекрасно вообще зашли. Я их вкусно съела. Было очень прикольно. Вот. Но они, конечно, жирные, потому что они сыр-вечина в майонезе. Ну, потому что я где-то такую пробовала, мне понравилось. Такая нарядная. Да не, фотосессия, грубо говоря. Я, кстати, всегда так в парадный выходной выход у меня вот этот образ всегда. На фотосессию, в ресторан, еще куда-то. У меня всегда вот это, потому что я только вот это умею делать. Крис, сори за вопрос. Новая квартира в ЖК лучше, чем ЖК? Да, она больше. Она больше. Я уже карандаш себе заказала. Молодцы. Крис, покупай сухую термозащиту. А пришлите мне, пожалуйста, если у кого-то есть сухая термозащита. Мне это было бы интересно, потому что они у меня все такие пшик-пшик, мокрые. Раз выбрал тебя, пусть не возмущается. Изменяют тем, кого не любят. Не могу полностью с этим согласиться. Скажите, что за карандаш? Пупа, пупа, ноль, ноль, четыре. А вы тут уже сами все уже ответили. Сами задали вопрос, сами ответили. Крис, какой размер берешь кроссы Луи. Все зависит от модели. Нельзя так. Вот я взяла вот эти, вообще мой размер, а стандартный, обычный кроссовок 38. Постельки 24,5. Когда я пришла покупать кроссовки Луи, меряю 38, лыжня. Мерю 37,5 тоже. 37, хорошо. Потом я родила... Ах, подождите, я уже тогда родила. Короче, не знаю, что произошло. Стало мне тесновато в них. Поэтому я их продаю. Они у меня 37 размера. Но моя нога там как бы сидит хорошо, но ей не в длине маловато, а тесновато. За счет того, что у меня нога не совсем узкая. А так как там канва, и она не растягивается, текстиль не растягивается. И, короче, мне тесно. Поэтому и в который раз убеждаюсь, что у всех брендов может быть разная вообще модель с разным размером. Ну, блин, глупость сказала. Короче, у одного бренда может размерная сетка не соответствовать. То есть где-то у вас будет 38, а где-то у вас будет 37, и вам будет и то, и то хорошо. Может, часто просят домой готовую. И вообще никогда не заказываем домой. Но женщина должна высыпаться. От этого зависит ее эмоциональное состояние. Но мужчина пусть идет и не срабатывает. Ну, да. Кристина, вы приобрели квартиру в Москве? Да. Добрый день. Вы считаете, сколько раз в неделю можно принимать алкоголь? Ой, я не знаю, девчонки. Тут тоже нет такого. Можно, нельзя. Хочется пить, не хочется, не пейте. Вот я сегодня ехала домой, так хотела прям выпить. Но приехала, уже не хочу. Они маломерят. У тебя коричневые? У меня белые с коричневыми этими полосочками. Карандаш и блеск. Он уже подстерся. Кристина, когда будем пить, у меня уже наготове виски. Скоро состарится. Да очень дорого. Чем виски дольше стоит, это ему только лучше. У меня очень много стоит бутылок, закрытых еще, которые только набирают свои года. Да, сердечко, помните? О, сердечко. Завтра день рождения вашего свекры. Я знаю. Серьезно, тут у меня мужа лучше, что у него ботинки стали большие, а я говорю, что стоптался. Как тебе, Сергей? У нас не было какого-то прям предложения. Он пришел домой и дал мне какой-то мячик. Маленький мячик в виде футбольного мячика. Такого бархатного. Я подумала, что это попрыгулечка. Швырнула его в пол, а она раскрылась, оттуда кольцо выпало. В коридоре. Вот так вот. Он разувался, я швырнула это кольцо в пол. И все. Он говорит, что делаешь? Коричневый, нет, говорю, белые. Белые, как они там, Arch, Light, как-то они там называются. Продать хочу, хочу другие какие-нибудь купить. Вообще по-хорошему нам надо с вами прощаться, потому что мне нужно начистить картохи. Я хочу сделать пюре. А я так не смогу с вами. Возможно, кстати, еще из-за того, что я вчера весь день пила хреновую тучу стаканов кофе. Хоть он и растворимый, но, наверное, все равно кофеин же, наверное, там есть. Может, из-за этого я еще потом в 2 часа ночи только уснула. Шанель не смотрела. Смотрела, конечно. Есть там кроссовки, мне нравятся. Может быть, закажу. С чемпюра? Селедочка. Покупной. Кофе пьете? Да, вот пью. Давай с нами. Нет, 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 нет. Броссетка артисильный гнется. Какой? Вот этот? Ну, да нет. Нормально вроде, не гнется. Сколько татуировок? Оп. Ну, это будет считать 1, 2, 3. Муж стал очень плохо от колена. Сразу вспомнил. Блин, да, такое бывает. Наверное, давление понизилось. Правда, столько Дмитриев вкусно готовит? Да, очень. Я обожаю ее салаты. Люблю ее жульен, люблю пирог, лакомку обожаю прям. Покажи гвоздь, пожалуйста. Не знаю. Носок больше не фокусирует. О, эфир завис, не услышал ответ на вопрос про квартиру. Да, покупали, купили квартиру. С чем? А, все, я все прочитала. Так приятно, ни один вопрос не пропускаешь. Ну, потому что вы сейчас, кстати, не так прям супер много пишите. Я совсем все успеваю читать. Ногти красивые. Спасибо большое. Ладно, ребятушки, пойду я. Змею браслет не купила. Нет. Я вообще, если честно, пожалела, что я выбрала лав, вот этот. Потому что они стоят одинаково. И лучше бы я взяла змею, чем вот этот. Лучше бы я взяла змею. Но, дай бог, будет работа. Мы заработаем еще и на змею. Вот и все, вот и все. Спасибо за эфир, пожалуйста. Всех люблю, всех обнимаю. Девочки, кокетничайте с мужьями. Будут вам подарки, будет вам внимания. Не будет вам любовниц. Всех обнимаю, всех целую. Хорошего вечера. Мне кажется, у вас грудь маленькая стала. Спасибо большое. Вы прям вот, знаете, прям в яблочко. Прям по-больному. Как там говорят, серпом по яйцам. У меня, конечно, их нету. Но, да. Грудь стала меньше, грудь хочу больше. Это тоже мой незакрытый вопрос. Кинул фото своих терминозащитов. Спасибо большое вам, спасибо большое. У тебя есть что-то свое? Что свое? Не понимаю. Змея кайф, да, змея вообще офигенная. Все. Давайте я пойду. Знаете, что меня бесит, что у меня сворачивается вот это вот. Видите, так как это не тени. Это же хайлайтер. И он сворачивается вот так вот, когда жарко. Он сворачивается. Я хочу найти такие же тени, очень яркие. И не могу найти таких. Почему у вас такая шикарная была. Да, вот я хочу вернуть обратно такую же большую. Как ты так быстро браслет снимаешь? Ван Клифф. Я мучаюсь долго. Ну, я приноровилась. Говорю, что четвертый... Не говорю, что четвертый раз поедешь к Симуре. Не буду говорить. Как в такую красивую укладку делаете. Это плойка Babyliss Pro. Тройная. Булгари, да, змея, что ли? То полнота вам идет, то крупнейше стало. Нет, я не боюсь много наркозов. Я когда, кстати... Давайте сейчас я прям последний отвечу. Мне нужно уже уйти. Я когда была у врача ринопласта... Все, мозг мой отключился. В Тольятти я спросила. Говорю, а что там по наркозу? Типа, ну, что вы скажете про наркозы? Говорит, знаете, это раньше... Это все, говорит, миф, что наркозы отбирают 5 лет жизни и так далее. Говорит, сейчас другие наркозы. И, говорят, анестезиологи говорят, что, ну, нынешний наркоз сравним с тем, что вы выпьете бутылку водки. Ну, как бы тоже нехорошо, да, но нет такого, что у вас там отнимают жизнь годами. Вот. Пойдешь. Да еще никуда я не иду, успокойтесь. Все хорошо. Бобби Браун, попробуй... Бобби Браун. Что такое Бобби Браун? Это карандаш? А, тени хорошие. Короче, у кого есть какие-то находочки, то, что вы знаете, допустим, вот термозащиту мне прислали по теням, может, у кого-то есть яркие такие тени, прям блестящие, но не с блестками, а вот мерцанием таким красивым, то присылайте. Это больше не наркоз, а медикаментозный сон сейчас называется. Да, 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 поэтому я ничего не боюсь. Знаете, я вчера, когда вот есть-то захотела, сейчас не могу с вами наговориться, никак уйти. Подружки пишу, грудь, жрать хочу, не могу, грудь, что делать, говорю, блин, вот. А потом, знаешь, говорю, а вы знаете, ну все равно, потому что неизвестно, что будет завтра, вдруг нас подорвут, вдруг еще что-то будет. А я вот, блин, не съела свои лодочки вкусные, вот, ну серьезно, поэтому, поэтому, девочки, кушаем, пьем, делаем, что хотим. Сейчас время непростое, неизвестно, что с нами будет, дай бог нам всем здоровья, долгих лет жизни, конечно, но отказывать себе ни в чем не нужно. Не нравится мне, как нос плестит. Хайлайтер Том Форд купила крутой два цвета. Нет, у меня с хайлайтером проблем нет, мне нужны тени. Крис, вот честно, если тебя не устраивает одна и та же грудь четвертый раз, делали не врачи, нет, не врачи, дело в том, что мы пробуем, мы пробуем. Грудь у меня была раньше больше, мне нравилось. Вы пойдете на ДРК отцу Сергея? Я не знаю, он же будет, он отмечать, не будет, не знаю, еще пока не поступала, не уходи. Что там про алкоголь я пропустила, надо или надо, конечно, хочется, пейте. Том Форд, нет, что за помада у вас? Пупа 004. Девочки, с вами так хорошо, конечно, сидеть, мне так нравится. Знаете, я вот очередной раз понимаю, как классно, что вот... У меня, конечно, сейчас не переваливает там за 200 человек, по-моему, в эфире, да, но... Так приятно, что когда я захожу, прям в течение там 10 минут, наверное, у меня набегает там, ну, свои, ну, 150-160 человек. Если я только на секундочку представлю, какая это огромная толпа, и эта толпа в разных уголках планеты сидит и меня смотрит, мне так приятно, боже мой, просто, боже мой, это же так классно. И мне практически никто не пишет говна, даже не практически никто не пишет мне говна. Значит, значит, я хороший человек. Вот и все, вот и все. Кристина, вы качали пресс, да, с 12 лет, когда увидела свой жирный живот у бабушки в деревне, когда я согнулась, как сейчас помню, зеленый купальник с зайцем плейбоем был, на Тите, на треугольничке. Думаю, боже мой, какая жирная скотина. Думаю, все, я начала качать пресс ужасно много, просто по 100 раз, наверное, в день я качала. Ой, пить надо. Вот. И мне кажется, он у меня уже как-то с годами, как бы такой, знаете, прокачанные мышцы, и я, конечно, бывает заплываю, а бывает, это, найдутся говнюки, но как найдутся, так и в черный список улетят. Вот. Ну, короче, наверное, мышечный корсет, как там, да, как бы достаточно развитый, и поэтому, наверное, пить сегодня, наверное. Так, Кристина, вы классные, пусть в вашей жизни все будет только. Спасибо вам большое, вы меня любите, я тоже вас люблю. Мне кажется, что все было лучше, не только грудь. Вам кажется. Хорошая, большая грудь, почти у головы. Да, блин, как вы видите, вы же не можете это видеть. Так, давайте, все, отлично, человек, сплюнь. Сплюнь, потому что мы не боты, мы тут по зову сердца. Зубки до этого были лучше, сейчас как будто шепеляви стали. Наоборот, наоборот, шепелявила я с предыдущими зубами, прям ужасно вообще разговаривала, прям плохо. А сейчас с этим и хорошо. Так, ты прелесть, милашка красота. Все, давайте на этой прекрасной ноте вы меня отпустите, я пойду делать картошку. Включу свой сериал дикий и буду смотреть, что пьет все для иммунитета. Ничего, сейчас не пью. Все, пока, все. Ничего, не пью, все. Две квартиры, все. Пока, пока. 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 Продолжение следует...